Всем здравствуйте! Хочу сегодня сплести повод для своей лошади. У меня вот такой повод на данный момент есть. Это один из первых, которых я брела. Он мне в принципе очень нравится. Все обучение я начала с ним. Но сейчас понимаю, что он длинноват. То есть рабочая длина 127 см. Плюс вот этот хвост с ручкой. Очень удобно погонять лошадь вот этой штучкой. Ну как бы под рукой. Она и длины достаточно хватает, чтобы достать еще до попы. Но я в этой штучки уже не нуждаюсь. Ну, именно длинные, чтобы доставать до попы. Мне удобнее бы был короткий повод, чтобы просто держать лошадь здесь и без всяческих хвостов. То есть, когда я там в голову хожу или рысью иду, то мне приходится вот это все подбирать еще и держать повод. И это все становится не очень удобно. Сейчас отмерим нитки. Они, к сожалению, разные по форме и по диаметру. ну, уже как бы я плела с таких и думаю, у меня в этот раз получится. Нитку я отрезала по 3,5 метра каждую. свернула напополам. Это получается 1,75 метра выходит длина, которую я буду поплетать. Сейчас мне нужно их смешать. Можно, в принципе, у кого есть разные нитки, цвета, можно всякий рисунок делать по плетению, только местами поменять нитки. можно сделать один повод желтый, другой черный, а в конце они будут переплетаться. Но я все равно смешаю. Так будет, мне кажется, красивее. Кстати, снимала я видео в тот раз тоже такого же повода, но камера у меня была на телефонную камеру снята и качество там, грубо говоря, вообще ничего не видать. сейчас вот именно по этому поводу я хочу переснять. Значит, взяла две нити желтые, две нити черные по 3,5 метра, сложенные напополам. Вот у меня середина. сейчас для того, чтобы мне сплести вот такую вот петлю, извиняюсь за то, что грязный, с лошади только снят, вот такую петлю мне нужно отступить для нее ровное количество сантиметров. я воспользуюсь маркером. Ну, на черные будет не видать. Так что я только желтую отмечу. Надеюсь, что попаду. и тут, где я отметила, я сейчас завяжу петлю, чтобы до этого места и не дальше мне проплести. вот до этого места сейчас буду плести. Еще раз верю, чтобы не ошибиться. можно взять две черные в одну руку, две желтые в другую, можно их перехлестнуть, будет более рябой рисунок. Если мы сделаем вот так, значит, с одной стороны будет у нас желтая, другая черная. Если мы перемешаем, естественно, будет там в шахматном порядке расположение, как кому нравится, как кому удобно. то есть идет сверху, а это из-под низу. И они здесь их перехлёстываю. Опять сверху, с этой стороны из-под низу, и перехлёстываю. Ну, все, у меня достаточно для петли. сейчас развязываю узел. и аккуратно слаживаю пополам. Можно даже побольше проплести, в принципе. коробейчик есть. Так, смотрю, длину ниток. Вот видите, все на одном уровне, значит, ровно соединила. И все. делим две жёлтые, две чёрные, две жёлтые, две чёрные. Но опять, кому какой рисунок хочется. И тут также можно проплетать сначала две жёлтые, две чёрные. Можно тусовать их. Я буду проплетать попарно. Значит, делаю между двух, между двух, одним словом. и другим. Вот. Проплела жёлтые. Сейчас проплетать буду чёрные. Заправляем назад. Между двух. Проплела жёлтые. И нужно смотреть, какая ниточка здесь сюда, в эту сторону. Значит, берём с противоположной стороны, чтобы не перепутать. Втягиваем. Берём, под низ пропускаем, между двух. Вначале, конечно, может быть путаница, но потом всё будет прекрасно. Так. Вот такой рисунок получается. Проплетаю я сейчас всю рабочую длину у одного повода. С одной стороны. Потом начинаю переплетать второй повод. И буду соединять их вместе. Когда проплету, на нужную мне длину, я смерю примерно расстояние. какое-то такое. Вот топлела. Я оба повода. Сейчас накладываю друг на друга. Вот один сплетён. Не знаю, видно или не видно. Один сплетён, вот второй сплетён. И накладываю плетение друг на друга. Ровно, как шло плетение, так и вложу наверх. Сейчас я измерю длину. Длина у меня получилась 90 см. Но я думаю, нет будет достаточно. Так. Распределить. Сейчас я буду плести по две. Плела по одной, сейчас буду по две плести. Две чёрные, две жёлтые. Две чёрные, две жёлтые. Вот так. И с этой стороны две чёрные, две жёлтые. И над теми я пропускаю. Сложно начинать, чтобы всё урегулировать. И над теми я пропускаю. Сложно начинать, чтобы всё урегулировать. Но возможно. Так. Теперь с этой стороны две жёлтые. Уже посередине пропускаю. Теперь с этой стороны две жёлтые. Две чёрные, две жёлтые. Две чёрные. Так. С этой стороны. Две чёрные. Две чёрные. Вот так. Две чёрные. Две чёрные. Две чёрные. Не хватило мне длины и из-за этого пришлось мне наставлять. Ну и всё. Сейчас плету хвост. Оказывается всё просто. Можно экран развернуть у камеры и видеть, что снимаешь. Доходит. Иногда. Не сразу. Вот. Получилось плетение. Кстати, вот этот узел, который я показывала, я его вплела вот сюда. Его даже не видать. Немножко утолшение небольшое. Сейчас здесь буду завязывать узел. Писали комментарии, на чём горно какой-то, не помню, на какой именно, что по завершению, что непонятно было завершение чомбру. Ну вот это то же самое, что и чомбру. Завершение точно такое же. Вот завязала обычный узел. Теперь нужно все ниточки протянуть. Сначала протягиваю и без фанатизма одним словом. Поправляю нитки, где, что может некрасиво лежит. И протягиваем сильнее. Теперь по самой короткой ниточке мы обрезаем все нитки, подпаиваем концы и повод готов. Приятного аппетита. Поправляю! Продолжение следует...